Здравствуйте! В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рам доктором Михаилом Лайтманом. Спасибо, что вы с нами. Здравствуйте, Рав Лайтман. Здравствуйте. Здравствуй, Ницам Азоз. Здравствуйте. В последнее время мы говорили о средствах массовой информации и рассмотрели вопрос имиджа Израиля в мировых СМИ. И сегодняшнее наше обсуждение мы хотим посвятить одному из центральных вопросов не только здесь, в Израиле, а вообще во всем мире. На земном шаре есть регион, который притягивает к себе внимание всех — это Ближний Восток. Сегодняшнюю нашу беседу мы бы хотели определить как беседу на тему «Будущее Ближнего Востока согласно интегральному видению». Мы будем рады познакомиться с вашим видением будущего Ближнего Востока, какую пользу можно извлечь, как вы предлагаете к этому приближаться. И для того, чтобы войти в нашу атмосферу, которая настроит нас на правильную волну, мы хотим представить Конгресс, разъясняющий позицию Израиля, где участвуют представители всех стран мира. И на этом Конгрессе мы выслушиваем различные мнения о непростой ситуации на Ближнем Востоке. Сирия находится на грани раскола, ее оружие распространяется по всем окружающим государствам. В Газии мы уже знаем, что происходит, в Египте правительство пало. То все это место становится приобретать совершенно разные формы. И к чему это обязывает нас завтра, к чему мы должны готовиться. И есть очень много людей, которые страдают здесь. Очень многие люди сегодня испытывают недостатки продовольствия. Их государства буквально распадаются под различными давлениями. И отчаяние на Ближнем Востоке усиливается, куда бы мы ни указали. Это место, как мы сказали раньше, привлекает к себе внимание всего мира. И оно кажется наиболее уязвимым сегодня. Как будто мы сидим здесь на пороховой бочке. Это совершенно неконтролируемая ситуация. Всегда здесь были проблемы, но сегодня кажется так, что все приобретает совершенно немыслимые формы и оказывает непредсказуемое воздействие, как карточный домик. Из-за важности этого региона, Ближнего Востока, мы хотели сегодня поговорить об этом. Ницца, ты хочешь что-то добавить? Итак, первый вопрос, прогноз на будущее. На этой встрече хотелось бы услышать мнение и идеи, как противостоять существующему сейчас положению и куда мы ведем Ближний Восток. Каково его будущее? И хотели бы услышать вашу точку зрения об интегральном будущем? Наше видение основывается на науке, на знании природы, на нашем исследовании, исходя из которого мы видим, что природа вся в итоге сжимает нас в некую интегральную систему, где мы все больше и больше зависим друг от друга, связаны друг с другом. Это может быть с помощью средств массовой информации и прочего, но взаимозависимость все больше и больше заметна как результат технологического развития, социологического и все, что мы прошли за последние 200, 150 или 100 лет, особенно это за несколько последних десятков лет. Мы видим, что хотим мы того или нет, наше развитие эволюционное ведет нас к объединению. И мы не очень справляемся с этим объединением, мы находимся в нашем эгоизме, усиливающейся гордыней, как дети во дворе, которые дерутся. И мы понимаем, что у нас нет выбора, мы не можем убежать из этого двора, мы находимся в нем, мы даже не можем истребить друг друга. И даже если мы уничтожим друг друга, неизвестно, будет ли хорошо тому, кто победит каким-то образом, потому что невозможно выйти чистым из этой игры, а все потерпят ущерб и очень большой. Поэтому мы должны прежде всего понять и принять эту программу, которая существует в природе, привести все человечество вообще и особенно такие регионы, которые являются особыми такими очагами, как Ближний Восток, тут есть три религии, даже больше. Но религии, разные наклонности, разные тенденции. Начиная со стиля жизни, в котором живут бедуины и то, как живут шейхи, коммунисты, капиталисты, социалисты и разнообразные течения, все, что здесь есть. У нас нет места во всем мире, которое было бы таким маленьким и таким разнообразным и содержало бы в себе так много оттенков, и это представляет здесь все человечество. И не случайно можно сказать, что это место на некоторое время перешло в Грецию, в Рим, в Европу и снова вернулось к нам. Мы находимся здесь, как центральная точка цивилизации, которая сейчас должна решить проблему существования и будущего всего мира. И поэтому, конечно же, мы можем продвигаться так, как мы продвигаемся с помощью наших эгоистических порывов, не считаясь особенно друг с другом, или считая, чтобы уничтожить друг друга, или мы все-таки согласимся с тем, что природа в нас правит во всех, и насколько мы противодействуем не друг другу, а общей программе природы, этим мы все теряем и теряем по-крупному. И мы видим, что на Ближнем Востоке есть все. Он может прокормить весь мир. Он может дать энергию, питание, культуру, воспитание, будущее всему миру. И вместо этого он становится местом разрушения. И отсюда и далее распространяется огонь по всему миру, как по полю. И здесь мы должны прийти к какому-то общему знаменателю, к тому, что объединяет нас. И объединить нас может та программа, которая не строится на принципе кого-то одного здесь, на Ближнем Востоке. Все правы согласны своему эгоизму. Если каждый смотрит, исходя из своего интереса, это понятно, и об этом никто не спорит. Если и шииты, и суниты, иудеи, арабы, христиане, какие-нибудь крайние мусульмане, или евреи, или христиане. И, конечно, я бы оправдал, на 100% было бы оправдание, если бы я был таким и против других. Но в этом случае мы не достигнем интегрального мира, мы будем сопротивляться общей программе природы, и все будем страдать. И мы видим, что те режимы, которые казались нам достаточно стабильными, как в Египте, или в Сирии. Это уже десятки лет находятся под одной властью, и тоже уже пошатнулось будущее и Турции, и Ирана, и эти арабские шейхи из Арабских Эмиратов тоже не чувствуют себя уверенными, потому что, ну что их деньги и их нефть, если какая-нибудь сильная команда, как Хизбалла, может там перевернуть все государство, сколько их там, несколько миллионов, которые не умеют не воевать, не способны защитить себя. То есть мы видим, что Ближний Восток это самая нестабильная точка. И в каждом элементе, который есть в каждом государстве, такое состояние, и также вообще во всем регионе. И поэтому для того, чтобы обеспечить себе не разруху, а существование, мы должны достичь какой-то точки равновесия, какого-то общего знаменателя, какого-то баланса между нами. И это называется, что мы берем программу природы, логику природы, и ставим высшее всего. И нам стоит помнить, может быть, точку нашего общего исхода, даже религий. Все выходят из одного места. И то, как каждый это истолковывает для себя, то для себя, исходя из своего народа, своей семьи, своего района, пожалуйста. Но, в общем-то, эта точка, она все-таки была центральной и была точкой объединения и любви. И это находится также в основе всех религий. По крайней мере, так написано. Итак, мы видим, что есть некая древняя основа у всех. И у христиан, и у иудеев, и у мусульманов. Да и вообще у всех религий, у всех верования, чтобы мы не взяли в мире все основанные на единстве и любви. То, что потом наше эго это совершенно антирелигиозно, антинационально, вообще против жизни. То, что наше эго обращает нас в диких людей, толкает нас на столкновения, как маленькие дети во дворе или в детском саду начинают драться. здесь мы должны понять, что мы должны познать две эти тенденции. С одной стороны, тенденция природы привести нас к единству, чтобы мы действительно выполнили правильно объединение. все преступления покроют любовь над всем. Это с одной стороны. Об этом также говорили и наши пророки во всех религиях. необходимо вернуться все-таки к первоисточнику. С одной стороны, природа продвигает нас к объединению, и мы видим, что это происходит со стороны природы во всех областях, на всех уровнях, во всей нашей деятельности. А с другой стороны, природа человека противоположна, она разрушительна. Она толкает нас на конфликты, войны, ненависть, разрушение. И во всяких этих религиях об этом тоже написано. Есть хорошая сторона, есть плохая сторона. С одной стороны, Творец, Бог, Аллах, а с другой стороны, змей. И мы должны ориентироваться в этих двух силах. Ориентироваться значит ставить одну силу над другой, силу добра ставить над силой зла. Мы не можем избавиться от этих двух сил, мы не можем исправить человека. Не можем, это наша природа, это зло внутреннее. С одной стороны, с другой стороны, мы находимся в системе природы, в законах ее, и они все время приближаются к нам и оказывают у нас давление, чтобы мы были более замкнутыми, более связанными друг с другом, более едины друг с другом. И здесь мы находимся в противостоянии двух систем. Внутренняя система в нас, это система зависти, ненависти, власти, неприятия. И внешняя система, это система, которая говорит о том, что все мы связаны, и все зависимы друг от друга, и не можем избавиться от этого. И мы живем в состоянии, когда эти две системы очень быстро развиваются, одна против другой, и поэтому мы, находясь между этими двумя системами, наша внутренняя система развивает нас внутри, это бушующий огонь, гордыня, эгоизма, и вторая система, которая приближается к нам и окружает нас со всех сторон, как будто бы в одном дворе, как в карцере. И мы находимся здесь в очень сдавленном состоянии, и здесь у нас есть только две возможности под этим давлением. Либо мы начинаем общую войну и даем нашей внутренней эгоистической системе вырваться, и это происходит в нашем мире от неправильного расчета, от нервозности, просто несдержанность, раздражительность. Мы видим, к сожалению, что к этому склонен весь мир, и мы также в нашем регионе, это с одной стороны, с другой стороны, мы должны помнить, что мы самые древние цивилизации в мире. Мы объединены тем, что у нас есть очень древняя основа, культура, воспитание, очень древняя очень древняя основа. И мы теряем ее, находясь во взаимной ненависти и бросая на реализацию этой ненависти все средства денежные и всю силу. Весь наш разум, все наше развитие мы направляем как вот эти дети во дворе, как победить друг друга и живем в напряжении, в страхе и в отчаянии. Получается, что Ближний Восток вместо того, чтобы быть самой богатой точкой в мире, ведь здесь есть все, в наших странах есть все необходимое. культура, воспитание, источники энергии, сельское хозяйство. У нас нет недостатка ни в чем. У нас есть вода, есть море, есть все. Мы можем быть центральным местом для всего мира и давать всему миру пример в том, что делать, как весь мир и начался с этого места, вся человеческая цивилизация, чтобы не закончилась в том же месяц человеческая цивилизация, а чтобы расцветала и давала бы пример всему человечеству, чтобы к нам присоединились вот так вот кругами все, более и более внешние круги. Реализовать это необходимо в объяснении, что мы начинаем объяснять всем народам во всех наших странах и в Афганистане в Ад Марокко и вплоть до Марокко. Во всем этом регионе мы начинаем разъяснительную кампанию, что мы должны сделать со стороны природы и что будет, если мы не будем выполнять законы природы. Всегда в странах Ближнего Востока мудрецы либо это в арабских странах, либо в Израиле мудрецы всегда были во главе. Они всегда были великими и мы до сих пор гордимся этими мудрецами на протяжении всей истории. Они действительно в своем мнении меняли направление развития. Давайте сегодня тоже последуем за мудрецами, но мудрецами природы, которые изучают, к чему обязывают нас законы природы, а не то, что мы без всякого знания последуем за нашими чувствами, инстинктами. Поэтому здесь нет кого-то, кто был бы более прав или кто менее прав. Здесь нет более преуспевающих или менее преуспевающих, но и исследования, и учеба, и реализация, и также результат здесь все зависят от всех и все в равной степени должны в этом участвовать и должны пользоваться плодами. И поэтому все зависит от воспитания. Мы должны изменить наше воспитание, воспитывать все народы в том, что войны, конфликты, борьба за власть не помогает и всегда падает власть, которая основывает себя на силе, не может быть вечной, потому что всегда эти силы преодолевают друг друга и равновесие между силами только оно может быть вечным. Когда каждый раз происходит корректировка равновесие, балансировка, это лишь может продержаться и точка равновесия между силами мы в нашем стремлении разрушить одну силу и поставить другую вместо нее. В природе нет такого. Всегда две силы находятся в равновесии между собой и именно в равновесии между собой они порождают жизнь. И поэтому мы хотим добиться успеха в создании новой жизни между нами, и также на уровне социума, государственном, политическом, культурном, экономическом мы должны прийти к равновесию между силами и видеть в этом равновесии это и называется средней линией другими словами. Мы должны достичь точки основы между всеми. поэтому мы должны именно сейчас когда мы видим в каждом государстве есть две противоположные силы как мы видим в каждом государстве посмотри что происходит в Сирии в Египте в каждом месте в Турции пока что один властвует над другим другой соглашается с трудом но он лишь ждет момента когда сможет это перевернуть в свою пользу мы изначально должны идти на связь на дополнение между двумя этими силами и это и должно быть наше направление дополнение двух этих сил нет зла нет добра нет правого одного или неправого другого но все время посередине мы должны все время видеть равновесие и как мы удерживаем его чтобы никто не перетягивал в какую-то свою сторону а все с помощью воспитания начинают видеть центр как нечто необходимое и единственно стабильное состояние которое мы должны везде обосновать и на этом мы будем строить новый Ближний Восток и покажем пример всем если мы подойдем к следующему этапу этой речи я объяснил бы им чуть больше этапы реализации этого прежде всего нам нужно основать центральное министерство просвещения не важно где мне это будет на востоке Иерусалима в Иордании или в Саудовской Аравии или в Сирии может быть нейтральным местом не важно где и там мы формируем программу воспитательную не образовательную а воспитательную и в этом мы понимаем что мы с помощью воспитания хотим сформировать новых людей новое человечество которое будет подобно природе тому как быть интегральными объединенными над всеми различиями эти различия мы не сможем стереть никакими войнами ничем мы не сможем именно наоборот только без подавления кого бы то ни было а только с помощью воспитания я не хочу даже говорить убеждения убеждения это все-таки это что-то подавляющее нет подавления а только доказательства примеры семинары то есть мероприятия в которых участвуют люди и понимают в чем польза объединения и на это работают все средства массовой информации телевидение кинематограф все что у нас есть в воздействии на человека и мы таким образом постепенно начинаем проникать во все средства массовой информации постепенно через них конечно это специфично для каждой страны и для каждой культуры и течения религиозного и так далее это очень важная самая важная система я бы сказал очень сложная но в итоге так она должна действовать все время видеть свою цель в том что люди на каждом этапе под влиянием вот этой воспитательной программы стремятся все больше связаться друг с другом терпимее друг к другу относиться прийти к взаимопониманию в каждом состоянии и они понимают что они разные и несмотря на различия над ними я выстраиваю мостик и в семье и с детьми и с соседями и с партиями все время над различиями между нами все преступления покроют любовь это должно быть нашим девизом и тогда мы увидим в каждой стране насколько все эти течения и потоки успокаиваются начинаем видеть это иначе мы начинаем понимать что природа содержит две силы плюс минус юг север неважно всегда две силы и в равновесии между ними возникает жизнь и в человечестве только в равновесии между ними между всеми течениями мы найдем нашу жизнь и этого мы должны достичь почему программа природы что мы тем самым достигаем и достигаем нового человека он состоит из двух сил внутри себя и он поднимается между двумя и этими силами правильно используют силу любви и силу ненависти он правильно использует их и таким образом взращивает себя создает формирует себя он правильно понимает как использовать и силу зла и силу добра чтобы они восполняли друг друга насколько в каждом зло начало все время развивается все больше и больше так и будет развиваться и как же восполнить зло в себе с помощью воспитания которое которое мы обеспечиваем ему и как знать как выстроить себя посередине то есть мы ничего не перечеркиваем в человеке не истребляем мы не навязываем ничего никому мы не критикуем никого ни народ ни цивилизацию ту или иную совершенно мы обеспечиваем им инструменты средства как уравновесить каждого в своем зле и добре в этих двух тенденциях и как привести к равновесию между ними и в точке равновесия в каждом человеке в каждой группе в каждой партии в каждой стране так приводя себя к точке равновесия и вот эти точки равновесия связываются между всеми они могут находиться в объединении которого природа требует от нас быть объединенными и в этом мы приходим к равновесию с природой поэтому единственное что нам нужно здесь это согласиться на то что мы идем согласно законам природы изменить немного наше поведение чтобы спастись от всеобщего уничтожения на ближнем востоке здесь полно оружия больше чем в любом другом месте и биологического и химического оружия атомного всего у нас нет выбора мы достаточно образованные люди мы древние цивилизации и мы должны немножко отдавать себе отчет в том чего мы достигли это то что я бы сказал ну и тут конечно развитие вы понимаете с точки зрения реализации о чем можно говорить потому что реализация как в государстве так и во всем мире как и в регионе это реализация в системе объяснения в системе воспитания до начала реализации посмотрим на ближний восток мы видим весь процесс который прошел ближний восток в основном за последние два года арабская весна правление власти мне вспомнилось что вы говорили ранее власть силы не может быть вечной и мы видим что это уже начинает проявляться это помогает человеку у которого перед глазами все это происходит он постепенно начинает подключаться к логике правильному восприятию о котором вы говорите поэтому если можно немного расширить эту тему я не историк я не занимаюсь этим и не политик я не понимаю с тем что там происходит не хочу вмешиваться но тенденция понятна и начинать личным образом относиться к каждому это нехорошо я смотрю сверху я хочу объяснить хочу объяснить им что я иду со стороны природы и вообще я не иудей не мусульманин не христианин никто я со стороны природы хочу показать им программу цель эволюционную она не зависит от человека не зависит от того что он думает или что он хочет она находится над нами и поэтому если мы присоединяемся к этому мы найдем там точку покоя равноденствия и благоденствия и там каждый сможет реализовать себя не на подавлении и разрушении другого потому что мы видим что не может быть такого каждый желает сожрать другого но достичь равновесия не то что я говорю им что каждый должен пригнуться или как-то сжаться я говорю им нет выбора со стороны закона природы не идти силой зла не идти в нашем эгоизме не искать кто прав кто не прав все правы с одной стороны это всегда так во всех странах во всех политиках и партиях и каждый человек сам по себе нужно оставить эту точку здесь мы никогда не придем к какому-то уровню жизни и вообще к жизни какой-то надежной поэтому я не хочу давать им примеры которые они сами знают когда я обращаюсь к людям образованным что происходит во всех странах во всех течениях поединках конфликтах я не специалист вообще-то не мое дело я хочу объяснить им закон природы и что нет выбора кроме как реализовать его или другой путь это просто дать силе зла властвовать это приведет нас к войне к огромному разрушению сейчас они немножко уже понимают это а может быть намного хуже вот и все по правде говоря я соотношу это явление как подтверждающий закон природы на это я ссылалась конечно мы видим это нет постоянного состояния все меняется то один возникает то другой сколько крови это стоит не надо давать нашему эгоизму властвовать буйствовать это злое начало которое берет всех нас сталкивает между собой а само радуется это злое начало а мы от этого только страдаем посмотрите что происходит в Сирии в Тунисе в Алжире в Египте и это может распространяться как просто пламя в степи поэтому нам стоит подумать о том что природа дает нам как решение это включая всех это над нами да я бы хотел пойти вперед давайте пойдем вперед вы сказали сейчас о пламени который очень быстро распространяется это символ который наиболее близко описывает сегодня хаос на Ближнем Востоке давайте от этого абстрагируемся от реальности Ближнего Востока и пойдем вперед можете ли вы изобразить будущую картину согласно интегральному представлению исходя из предпосылки что на Ближнем Востоке во всех государствах представители всех религий как вы сказали начинают придерживаться интегрального видения мира как будет видеть в ваших глазах Ближний Восток можете ли вы представить его я думаю что каждое государство живет в пределах своих границ хотя границы их открыты но есть культурные границы языковые границы я не смотрю далеко вперед что там это тоже стираются я говорю о ближайшем будущем ближайшее будущее это когда каждый реализует в себе интегральное воспитание и все время развивает среднюю линию находясь в любви над ненавистью и этим воспитывает народ и тогда мы входим в связь между нами и начинаем думать о процветании о процветании в воспитании в культуре главным образом в развитии жизни человеков в хороших отношениях между ними в безопасности в экономике и в этом каждый находит удовлетворение по крайней мере не происходит того что происходит сейчас на ближнем востоке где каждый боится за свою жизнь в каждой стране там вешают людей в Иране а там их убивают и сжигают в Сирии и в Саудовской Аравии тоже кто знает что там происходит и в Египте погибают десятки людей в разных конфликтах и прочее мы должны все-таки искать внутри себя и в наших корнях мудрое отношение к жизни мудрое отношение к жизни и это есть в цивилизации ближневосточной стараться прежде всего видеть как это воспитание мы можем предложить каждому человеку что изменится я не думаю что будут значительные изменения но с помощью воспитания только как следствие воспитания мы можем продвигаться все что неожиданно может возникнуть вдруг кто-то соберет несколько человек и начнет претендовать на власть это неприемлемо мы должны властвовать с этим воспитанием и со всеми правительствами находиться в согласии что это то что мы должны сейчас делать если кто-то выступает против воспитания или делает что-то не исходя из этого интегрального воспитания он наш общий враг и мы должны буквально силой так сбросить его с того места на которое он хотел подняться над всеми и начать выдавать нам еще какие-то новые системы всякие новые инициативы только в меру воспитания внутри народа в каждом народе мы можем исходя из этого производить изменения как общественные так и экономические во всем только в меру изменения в нас что это значит то есть если мне хочется что-то изменить я должен видеть что это исходит только из того что мы становимся более объединенными что это приводит к большему объединению к исправлению что это больше соответствует природе только таким образом если я отношусь к жизни я добиваюсь успеха и поэтому воспитание должно быть очень сильным и настойчивым тем что мы обязываем всех это обязательно для всех для всех возрастов для всех течений короче говоря для всех весь ближний восток обязан пройти это воспитание тот кто присоединяется к этому он постепенно начинает получать наслаждение от участия от покоя от мира от совершенства согласно этому воспитанию конечно же мы можем сократить разрывы и в доходе и в культуре воспитании и вообще между людьми короче говоря это все приводит нас к равновесию во всех смыслах как вы видите взаимодействие между странами я вижу это очень естественным образом что это развивается тоже исходя из воспитания это не соглашение которое сейчас мы заключаем подписываем договора это не из политики исходит это исходит из осознания что нам стоит это сделать потому что это дает нам объединение между нами и делает нас ближе к природе поэтому все что приходит в гармонии с природой в соответствии с природой это приветствуется и тогда мы заключаем соглашение взаимодействуем сотрудничаем особенно в сельском хозяйстве то что нам нужно прежде всего необходим для жизни человека для жизнедеятельности его техника технология сельское хозяйство все эти вещи чтобы облегчить жизнь жизнь человека для каждого все когда вы говорили насколько это выгодно я подумала как это может повлиять на граждан страны известно насколько велика сегодня нужда как это может повлиять на их повседневную жизнь если мы соединим все знания и наши возможности мы можем здесь создать цветущее место просто рай здесь нет недостатка ни в чем источники энергии воды земля все есть сегодня с нашими технологиями мы можем обеспечить всем пропитание жилье нет проблем ни в чем ни в жилье ни в питании ни в здравоохранении для человека для всех этих вещей есть ресурсы просто эти ресурсы это основа она может распространяться только при условии что есть добрые отношения между людьми это не то что приходит в какое-то место в Африке и там люди неграмотные у них ничего нет они не понимают как справиться с этим ближний восток это как раз место где люди понимают эту жизнь могут использовать и правильно использовать конечно нужно добавить им как относиться ко всему но конечно же здесь есть основа для изменений очень хорошая как преодолеть пробелы в различиях восприятия ведь на самом деле у нас у всех большая разница восприятия мы думаем только о том что мы не приносим вреда друг другу думаем о доброй надежной жизни и о том что нужно правильное распределение для всех уровень жизни прежде всего рациональное для всех и каждый поднимается над своим эгоизмом желанием разрушить другого и за его счет все получить он не живет тем что встава утром думает кого я должен убить победить использовать и так далее он встает он знает встает в новый день к новой жизни с соседями с теми кто когда-то был его врагами он строит семью дети воспитания культура все каждый человек в своем доме со всем что ему нужно чтобы получить для существования прежде всего об этом мы должны думать власть в итоге в сегодняшнем состоянии мы видим что и экономический мир тоже рушится когда-то была власть в силе у меня есть все ресурсы все силы сегодня нет сегодня это начинает как-то исчезать уходить сквозь пальцы все эти плоды власти и мы видим что это не не держится какой конец всех этих властителей мы видим что в итоге ни у кого нет хорошего конца почему особенно в арабских странах почему если в европе и в россии есть закон если кого-то убирают это интересно это еще со времени сталина его не убивают не выбрасывают его семью они получают хорошую пенсию хорошее место для жилья и все он мог быть самым высоким скажем допустим как горбачев или другие почему они боятся за себя это то что хорошо сделали в россии почему смежные государства с россией пока еще все таки связаны с ней потому что в россии это был очень такой особый закон очень такой жесткий даже если мы убираем кого-то с власти скажем как того же в египте мубарака не убиваем его ничего не делаем посылаем его на пенсию обеспечиваем семью дом какое-то место там такое может быть курортное это интересно и дети и внуки используют дачи правительственные тех кого убрали с власти тоже используют те же места какой в этом смысл смысл в том что я не боюсь я не начинаю убивать вокруг себя всех людей которые могут восстать против меня когда властитель я знаю что в случае если меня уберут ну так уберут но если я нахожусь на этом месте вдруг обнаружили что я украл там или еще что-то ну это нечто иное это тюрьма и так далее но если я просто был правителем я нахожусь в стороне но со всеми привилегиями практически со всеми теми же привилегиями которые у меня и были это очень умно они сделали иначе там бы поубивали в арабских странах так не происходит в арабских странах этого не происходит и мы в этом воспитании приходим к состоянию когда человеку нечего бояться ему нечего бояться завтрашнего дня почему потому что интегральное воспитание оно соединяет всех оно соединяет всех ты в интегральном воспитании как бы те правители которые есть сегодня они заинтересованы в интегральном воспитании потому что это снижает всю напряженность в странах это как будто бы выводит основу от разных реформаторов и от него он тоже не хочет быть таким односторонним таким резким в своей односторонности но это уравновешивает силы у меня есть вопрос о балансе сил мы говорим о Ближнем Востоке и невозможно не принимать в расчет что Ближний Восток это регион очень сильного противостояния сил радикализм и противостояние сил здесь такое как нет нигде больше в мире да как на фоне этих сил и противодействия больших масс в разных агрессивных самых агрессивных проявлениях мы сможем увидеть состояние человека общества государства контролируют этот огромный мы как будто сидим на вулкане в каждом месте есть такие потоки вплоть до того что люди жертвуют своей жизнью и это тоже произошло с помощью воспитания тоже произошло с помощью воспитания не то что они такие злое начало человеку это оно такое с молоду но направление и сила это дает им воспитание каждому это соединило их вместе и поставило перед ними цель это направило их в жизни неважно что ты желаешь достичь и поэтому мы должны посмотреть насколько мощная эта сила сила воспитания и нашими силами начать равновешивать это как нам это удастся как будто мы берем людей со всей земли и ставим в самые тяжелые условия верно потому что здесь это место осознания зла тут нет преуспевающих нет что это значит ну так что бы ты ни делал ты не сможешь достичь такого состояния когда есть согласие тех кто находится здесь верно мы сейчас это видим верно в сирии у тебя нет войны даже между арабами и крестьянами но и те другие внутри ислама и еще больше ненавидят друг друга они больше ненавидят друг друга поэтому это можно сделать начать изменять есть много образованных людей думающих и они понимают что нет выбора есть я не знаю каким образом подойти но вы начали с точки давай скажем то есть мы устраиваем такой конгресс но приступить подготовить такой конгресс с помощью распространения в социальных сетях на арабском на всех языках которые здесь есть нужно сделать я все же хочу задать еще вопрос по этому же поводу не о способах реализации о том что есть много позитивных сил на ближнем востоке как вы отметили сейчас людей которые понимают способ решения проблем я спрашиваю с точки зрения воспитательной задачи если я если я дам вам две группы давайте поговорим так две группы детей первая группа детей спокойно более-менее вторая группа детей очень агрессивных вы говорите что подход воспитания который вы предлагаете интегральный подход на ближнем востоке говорит о том что две силы действующие в человеке любовь и ненависть две эти силы существуют и он между ними должен найти точку баланса да если мы имеем дело с группой детей где сила ненависти очень велика вы говорите что можно привести к балансу не практически а норме идеи если мы видим такие порывы ненависти такие порывы негативных сил на ближнем востоке здесь в нашем регионе и негативные тенденции очень сильные здесь здесь вы говорите тоже подход где не уничтожается ничего лишь приводится к балансу обязан быть так обязан быть потому что это исходит из природы что это значит потому что все эти силы это силы природы и мы люди должны прийти к равновесию мы находимся посередине человек это то центральное место в котором соединяются две эти силы положительные и отрицательные и посмотри образ общий человека в нем все зло в мире и все добро в мире и он тем не менее должен принять обе силы не исключать ни одной и уравновесить их это цель если ты говоришь эти силы зла мы должны истребить тогда ты сам у тебя нет правильного подхода нет зла и нет добра все зло необходимо уравновесить добром и оно по своей важности не менее добра почему потому что оно помогает нам достичь равновесия и без зла жизни нет тоже если на один момент в тело человека если силы которые очищают тело которые оказывают сопротивление вхождение в тело разных негативных воздействий когда очищают от отходов организм то организм не сможет справиться без этого ни секунды понимаешь аллегория в обществе аллегория в обществе когда много добра это хуже чем немного зла даже в питании немного вредных вещей не приносит такого вреда телу как много хороших полезных вещей чем злоупотребление да равновесие в этом весь момент поэтому не надо относиться к миру как будто бы в нем есть что-то лишнее только сбалансировать только правильно использовать нет чего-то такого чтобы я мог заранее как-то оценить иметь какое-то мнение предвзятое или взгляд как что-то отрицательное я воспринимаю человеческое общество как поле для работы и это то что есть и от меня зависит как из этого поля сможет выйти что-то хорошего время время наше подошло к концу оставим этот вопрос открытым до следующей передачи спасибо большое вам Рав Лайтман спасибо Ницам Азос спасибо спасибо вам телезрители за то что были с нами всего наилучшего и до следующей передачи и до следующей передачи